И снова доброе утро. Завтра в Государственном театре нации премьерный спектакль Ивона Принцесса Бургундская. Этим утром у нас в гостях исполнительница одной из ролей в постановке, актриса Мария Фомина. Доброе утро, Мария! Доброе утро! Ну, хотелось бы в общих чертах. В чем суть этого спектакля? Это сложная история, потому что это все-таки такой абсурд. Но для меня это история о том, что у всех людей какие-то маски, и они ими прикрываются. И вот Ивона – это олицетворение чего-то, это как бы такая совесть. И они все ее боятся и в конце ее убивают, потому что она мешает им жить, мешает им как бы... А кто играет в спектакле? Даша Урсуляк играет Ивону, Агриппина Стеклова играет королеву, Александр Феклист играет короля, Принца Филиппа играет Михаил Тройник. А вы кого? А я играю Изу, я играю невесту принца Филиппа. Это что за персонаж? Ну, это такая персонаж, такая принцесса, вот. Она должна была выйти замуж за принца, но в результате ничего не случилось. Но она, кстати, единственная, кто защищает Ивону и не хочет ее смерти, и как-то вот за нее очень болеет. А правда, что режиссер разрешает актерам и поревизировать на сцене? Ну, мы вообще репетировали таким образом, что мы импровизировали. То есть каждый раз там репетиционный процесс проходил таким образом, что вот давайте сейчас попробуем вот так. Из этого складывались, ну, какие-то сцены. Но нет, у нас есть определенный рисунок, конечно, есть какая-то свобода, но все равно есть какой-то рисунок, в котором мы существуем. Ну, режиссер поляк, Джегош Ежина, каково с ним работать? Потрясающе вообще. Он нас все время так хвалил, говорил, вы такие талантливые, вы такие молодцы. Ну, ругал, конечно, тоже там. И были, конечно, моменты, когда было очень тяжело, и там я, например, какой-то момент сорвалась, но благодаря этому произошла сцена, самое главное. А мы слышали, что используются какие-то невероятные технологии, инструменты. Термин «вокс», да, там есть. Да, 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 расскажи про него, что это такое? Ну, это такой электро-музыкальный инструмент, который был изобретен в 1920 году советским изобретателем. Вот, и он работает таким образом, что движение, то есть даже стоит на сцене, и в зависимости от того, как она двигает руками, там создается вот какой-то музыкальный рисунок. Ну, честно сказать, вы нас заинтриговали. При случае обязательно посмотрим. Да, обязательно приходите к нам. Это, мне кажется, вам понравится. Вы можете пригласить всех наших зрителей. Да, я хочу пригласить всех на спектакль «Он принцесса Бургундская» в Театр наций. Вот, получите удовольствие. Спасибо большое, что этим утром были сегодня с нами. Спасибо. До свидания.